Маска стала важным атрибутом обыденной жизни, где бы вы ни находились, в больнице, в магазине или на железнодорожной станции. Пригородный железнодорожный вокзал на Угольной – самый популярный среди горожан. Он является остановочным пунктом для всех междугородних поездов и электричек, что отражается и на пассажиропотоке. Ежесуточный поток у нас 1700 человек. Основная напряженность пассажиров – это в утреннее и вечернее время. Сотрудниками терминала соблюдены все необходимые меры безопасности. Пассажирам измеряют температуру, ежедневно проводят санитарную обработку здания, возле КАС нанесена разметка, предупреждающая о соблюдении дистанции. А на стенах висят бактерицидные лампы и рециркуляторы. В общем, применено все, что может снизить риск заражения. Пассажирам остается только этим не пренебрегать. Основная масса пассажиров, посетителей вокзалов, понимает всю серьезность и относится к этой проблеме с пониманием. Но есть отдельные пассажиры, которые категорически отказываются носить средства индивидуальной защиты. Не пустить людей без средств индивидуальной защиты в здание вокзала сотрудники терминала не могут. Поэтому в ход идут вежливые беседы и просьбы не игнорировать масочный режим. Вот вы в маске. Вы ее надеваете, потому что надо или потому что переживаете за свое здоровье? У меня две внучки. Я их не заряжаю и сам доверяюсь. Потому что переживаю за здоровье. У меня же все-таки семья, муж, дети, внучка три. Поэтому я переживаю и за себя переживаю, за здоровье свое, а не потому что надо. Потому что требуется по мерам безопасности. Потому что если не надеть маску, то выписывают, конечно же, штраф. Для граждан штраф может составить до 30 тысяч рублей. В стенах терминала станции «Угольная» никто с деньгами не расстался. Основными нарушителями оказались посетители рынков и магазинов. Там накануне административная комиссия совместно с полицией и Росгвардией составила 21 протокол за несоблюдение масочного режима. А тем временем эпидемиологическая обстановка обостряется. Число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. По данным Роспотребнадзора, в Приморье выявлено 115 новых случаев. Это максимальное число заболевших за сутки с начала эпидемии. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.